В поиске безопасных тротуаров находятся пешеходы Иркутска. Оказалось, таких дорожек в городе совсем немного. В этом убедилась наша съемочная группа. Не пройти, не припарковаться. Это обочина на улице декабрьских событий. Особое впечатление искусственный сугроб производит на гостей города. Люди не прочь высказаться о качестве такой уборки. Приехали сюда, в Иркутск сегодня. То есть мы не иркутяне. То, что очень скользкое и все завалено снегом. И чувствуется, что качество не очень хорошее. Ну, я проживаю в Лануды. И я считаю, что там... Или, может быть, меньше снега там было. В центре убирают, здесь вообще не убирают. С таким обвинением не согласны дорожные службы. Свою работу они выполняют исправно. А заваленные обочины и тротуары получается не их вина. Очень много, к сожалению, это либо управляющие компании, либо собственники зданий выталкивают просто снег со своих территорий, с парковок, с внутренних дворов на проезжую часть. Но это контракт там не предусмотрено. Это уже, будем говорить, обязанность собственников помещений, зданий, торговых центров, каких-то офисных зданий. Мы готовы оказывать услуги по вывозу снега, естественно, на платной основе. Платить по полтысячи рублей за тонну, а именно столько стоят услуги техники и утилизация снега на полигоне, желающих немного. Вот и привыкают прохожие лавировать между сугробами, обходить баррикады из прессованного снега, искать выходы на дорогу среди высоких отвалов или вовсе передвигаться по тропкам, которые тротуарами назвать сложно. Встречаются и такие тротуары, на которых вдвоем не разойтись. Например, на этом по дороге в Солнечный. Его, похоже, не чистили с самого начала зимы. Больше всех рискуют прохожие в частном секторе Иркутска. Пешком туда лучше вообще не ходить, потому что выбирать приходится между сугробом, глубокой едкой кашей или проезжей частью. Приемлемая альтернатива появится здесь, похоже, не раньше весны, как и в городе, когда снег растает сам. Влад Рыбакова, Сергей Полянский. Новости по будням.